Всем здравствуйте, с вами обзорчик нам вот Тунер и Сидрон Дрончик и сегодня здесь заведение сетевого фастфуда вкусной точка в городе Макушевск. У нас будет аналитика на собачек СССР. Здесь, в этом городе, построено специальными пролетариями для проведения большой аналитики. Итак, данный собак, как мы видим, явно уже не в первой свежести, о чем свидетельствует, а многочисленные следы работы данного инструмента. Постые советские люди, рабочие на заводах, убирали этим софтом всю грязь капиталистическую, которая плодилась в стране, государстве советском. Ну, сегодня мы не будем слишком углубляться в прошлое инструмента, просто пройдемся по основным характеристикам и просто постараюсь вынести вердикт. ЗАК в 22-м году актуально вот эта хуйня еще или нет? Так, первые господа, мне хотелось бы отметить качество сборки данного инструмента. Как мы знаем, все в Советском Союзе делали НТК, как мы видим, несмотря на то, что это материал, дерево, здесь металл, слияние здесь, ну, хоть и шаткое, но оно идеальное. То есть, это что-то нечто нерушимое в руках, здесь аргонная сварка и линия производится. Если мы зайдем на капиталистические ресурсы, в 22-м году мы увидим рыночная цена подобных инструментов. В современном обществе не сильно котируется продукция данная, цена 120 рублей, что явно, ну, учитывая качество производства, металлообработки, явно заниженная рыночная цена, ну, конечно, время сказывает свое и, блядь, наверное, он не может уже как новый идти, то есть по оригинальной цене 78 копеек, которая состояла на момент его производства и Сибири, ресурсов, а битро в сети интернет, где подобные модели идут за подобным ценам, что уж. Ну, в целом, внешний вид я бы оценил как удовлетворительный, на четверочку, то есть, конечно, следы работы присутствуют, но это благородный труд пролетарский, поэтому, блядь, ну, я бы не стал сильным минусом, минусы это записывать, ну, как бы, все бывает в жизни, бывалый, сам Бог, так скажет. А сейчас хотел бы по его рабочей характеристике проверить, для этого мы закажем, в ресторане вкусная точка сделаем заказ, приложение не будет. Так, я буду заказывать гамбургер, не будем сильно заморачиваться, выбираем предприятие наше сегодня здесь, стекловая трасса, выбираем предприятие. Отлично, ребят, сейчас нам принесут заказик, мы попробуем совочек в деле, как он работает. Касательно дизайна, хотелось бы остановиться подробно еще на данном решении, то, что здесь идет, для удобства эргономики пользования, идет заужение вот сюда, то есть, чтобы, когда человек берет совочек, у него ручка не скользила. Тут и так покрытие достаточно качественное, то есть, скользить не будет, но если вдруг у вас скользкое, что-то скользкое на теле, то есть, вот идет вот так рука, и здесь препятствует специальная выемка. Это смелый достаточно ход для своего времени, когда еще не было, нахуй, не Стива Джобса, не было компании Apple. То есть, люди в Советском Союзе уже, блядь, не башни, такие вот смелые решения. За что? Можно просто просто поаправдировать создателем этого совка. Да, ребят, все подписываемся на канал, просто канал простого человека, просто канал. Хороший канал в Телеграм, без пошлости, без мата, просто культурные посты, культурные приколы, просто смешные ситуации с жизнью. Так что, ребят... Можете, пожалуйста, на собачек положить бургет? Проблемы. Спасибо большое. Поднос не нужен, нет? Салфеточки? Да, давайте, да. Ребят, ну, отступление небольшое касательно заведения. Вот это сервис, я понимаю, без опросов, как выполняет пожелания клиента. Отдельный респект заведения «Вкусная точка». Ну, а совочка, ребят, у нас, как вы видите, вполне держит продукт, ну, то есть, выполняет свои рабочие функции. Давайте сведаем бургер данный. Посмотрим на его рабочие характеристики. Ну, я скажу так, на четвертый обед, потому что вот эта хуйня катается по тарелочке, это не очень удобно. Ну, в целом, оно не падает. Можно есть даже котлету. Поэтому, ну, 400% за функционал, учитывая, ребят, сколько лет назад та хуйня была сделана, до сих пор выполняет свои функции, качество СССР, отменно. Поэтому, что можно, какой вердикт можно отдать данному продукту, ребят? Ну, конечно же, уже, нахуй, 22-й год, уже, конечно, не существует давно советской страны. Но, тем не менее, вот по таким вещам мы можем понимать, что оно, дух еще живет нас всех, дух еще живет в современности нашей. То, что вот сколько, нахуй, срок службы, лет, годов, все еще готов, нахуй, к труду и обороне, ребят. И на этом я бы хотел закончить данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцев побольше вверх, жирный. Пишите ваши крутые комментарии в комментариях. До свидания.